Здравствуйте, друзья! Как вы знаете, христианская церковь за всю историю своего существования неоднократно защищала и боролась за чистоту своего вероучения. Так всегда было, есть и будет. Великое множество рас у разного рода лжеучителей возникали соблазны изменить то учение, которое преподал нам сам Спаситель мира, Господь Иисус Христос. В наше время, конечно, тоже есть свои сложности. За последний век возникло столько ложных религиозных учений и искажений подлинной духовности, что их количество, наверное, с лихвой перекроет все, что было до этого. И в частности, одно из заблуждений около церковного народа в наше время это вера в так называемую реинкарнацию или простым языком в переселение душ. Вера в то, что одной душе жизнь дается множество раз, и она кочует в продолжение времени, переселяясь из одного тела в другое. Подобное мнение – это, конечно же, не новость. Оно берет свое начало, видимо, еще в Древнем Востоке, в Индии, с ее многообразием экзотических, а порою даже и шокирующих нормального человека, религиозных учений. Но ведь одно дело – древние индусы, которые не имели Бога откровенной истины и у которых не звучала проповедь воплощенного Бога. И совсем другое – это современные христиане, которые должны знать и уметь отличать подлинную духовную мудрость от ложной. Многие верят или, скорее, хотят верить в то, что мы будем жить на земле неоднократно, что за смертью нашего тела придет новое, потом и еще новая жизнь и так далее, без конца. Но, как бы кому ни хотелось, но христианство все-таки утверждает несколько иное. Оно говорит о том, что наше тело дается нам одно, и свою земную жизнь мы проживем в этом теле, которое однажды Господь и воскресит. И кто как проживет ее, тот так и будет судим Богом в конце времен за свои грехи – вольные или невольные. В Библии о переселении душ не говорится ничего, хотя некоторые очень пытаются в ней найти указания на возможность реинкарнации. Красной нитью в Священном Писании проходит тема Боговоплощения, что человек был создан для единой бессмертной жизни, которой люди должны были жить непрестанно, уподобляясь Богу, и идти по пути бесконечного совершенства. Но вы знаете, что все пошло иначе. Человек не смог умело распорядиться данной ему свободой и нарушил заповедь своего Бога и Творца. Человек по учению Библии был осужден на смерть за свое преступление, и лишь милость Божия вернула ему надежду на избавление от такого последствия греха. В Священном Писании говорится о том, что Христос пришел, чтобы разрушить вечную смерть и умер за нас с вами, чтобы эту смерть победить. Свою победу Он совершил ради нас с вами, чтобы мы имели возможность опять быть с Богом, и наши, именно наши тела, а не какие-то другие, в будущем получили новую жизнь после всеобщего воскресения из мертвых. Мы соединяемся со Христом по вере в Него через святое причастие посредством участия в церковных таинствах. Вера в переселение душ умаляет искупительный подвиг Христа. Если мы верим в реинкарнацию, то мы умоляем или даже отвергаем этот искупительный подвиг жертве Христовой, и он становится уже ненужным, ведь якобы придет новая жизнь в новом теле, и этому круговороту рождения не будет конца, зачем тогда пришел Христос, наш Спаситель? В религиях Востока, в индуизме, это перерождение вообще считается глубоким несчастьем, которое нужно во что бы то ни стало преодолеть, разорвать так называемое колесо сансары, вырваться из череды перерождений и уйти в нирвану, практически в небытие, по нашему пониманию. Для европейца новое рождение, конечно, по-своему привлекательно. Оно ведь понимается иначе, и это было бы удобно и интересно, но человек Востока считал иначе. Для него перерождение – это своего рода проклятие, когда с новым рождением приходят новые страдания, болезни, несчастья и смерти. Это не круговорот жизни, а круговорот смерти. В наше время, когда очень многие понятия смешиваются, религии проникают одна в другую, все влияет одно на другое, мы все-таки должны сохранять для себя истину Христову в целости и сохранности. Понятно, что люди древности еще до прихода Христа, в далеких уголках мира и каждый по-своему искали Бога и смысл своей жизни. Каждый народ шел по пути своего развития или же, наоборот, отдаления, отпадения от Бога. В основном, конечно, люди искали Бога. Везде по-разному, но две тысячи лет назад Бог сам пришел к нам и принес правильное учение, правильное понимание всего того, что необходимо для нашего спасения. Пришел по любви, чтобы помочь человечеству вырваться из тьмы греха и неведения. Но, как ни странно, эту принесенную Богом истину некоторые пытаются разбавить каким-то своим пониманием или даже нежеланием прислушаться к ней. Вполне естественно, что Господь Бог у каждого из нас спросит по-своему. Искали ли мы его в нашей жизни, пытались ли познать то, что он нам открыл? Ведь даже древние люди искали подлинного знания и стремились к нему, были готовы порою даже отдать свою жизнь за веру, и даже не истинную. Мы же, имея все необходимое, выстраданное для нас Христом и пережитое многими святыми, не спешим принять и осмыслить нам преподанное. Такая вот сегодня беседа на тему реинкарнации и православной веры. До встречи, дорогие друзья, братья и сестры. Спасибо всем за просмотр и комментарии. Напишите, пожалуйста, слышали ли вы что-нибудь об этом и оказалась ли наша сегодняшняя беседа полезной. До встречи, дорогие друзья. Субтитры создавал DimaTorzok